Меня зовут Людмила. Я хотела рассказать, как я вымаливаю усопшие души из ада. Вообще, я читаю псалтырь и на каждой славе подставляю имена усопших. Но туда я подставляю не только имена своих родственников, бабушек, дедушек, но еще совершенно чужих людей. Потом, по окончанию, читаю тропарь за усопших. Ну, там такие слова начинаются, тропаре садухи праведных и так далее. Еще я читаю панихиду. И там же книжечка у меня есть, и панихида. Там сразу же идет Акафис Уару. Это Уару молишься за тех, кто был некрещеный. А в наших родах тоже много было некрещенных, особенно там, когда была война отечественная, до нее еще. И читаю схемонахини Антонии правила за убиенных в абортах младенцев, выкидыши и тех детей, которые, пущенные на органы ритуальной смерти, умерли. И вот я знаю, что когда дети болеют наши, они болеют за грехи наши родовые, за наших усопших дедушек и бабушек. И как только ваш ребенок заболел, какую-то болезнью, нужно сразу же брать псалтырь, либо панихиду и читать в этот день по этим душам, которые в аду сидят, за свой род, за своих бабушек и дедушек. Вот, например, я заметила, что когда я увижу какое-то видение ночью, что бабушка пришла моя мертвая во сне, и там она что-то делает, что-то ходит, то я понимаю прекрасно, что сегодня или завтра у меня ребенок заболеет чем-то, и это будет наказание за грех именно этой бабушки, которая умерла в аду сидит. И надо за нее еще раз прочитать панихиду, либо псалтырь. И так вот я читаю почти каждую неделю, один раз в неделю по их душам читаю. И вот, допустим, прочту я тут же самое псалтырь или панихиду, тут же как бы болезнь от моей дочки или от меня отходит. И то же самое, когда читаешь за чужих людей, то есть подставляешь просто имена чужих людей, но за то, что ты за чужих читаешь, тебе и твоему роду больше прощается. Поэтому молитесь и за чужих людей, не только за своих. Еще я где-то в интернете видела, что там кто-то говорил, что якобы если вы там отмаливаете души из ада, то вы берете на себя ихние грехи. Это все вранье, никакие грехи вы на себя не перетягиваете. Я уже молюсь больше трех лет, и ничего никого на себя еще не перетянуло. Это все вранье, поэтому наоборот, берите и молитесь, ничего вы на себя не перетянете. Единственное, что я скажу, когда я вымаливаю души из ада, то на другой день у меня очень сильно ломит кости, болят ноги, ломит суставы. Но наоборот, этому нужно радоваться, потому что если у вас после прочтенной панихиды или псалтеря на другой день заломили ноги, кости, суставы, это значит, что ваша молитва дошла до Бога и пошла напрямую помощь в ад тем, за кого вы читали. Поэтому у вас такие ощущения. Было бы плохо, если бы у вас этих ощущений не было бы. Поэтому читайте за всех усопших и мертвых, за своих, за чужих. Когда я хотела попробовать и вымолить людей, которые себя удушили, ну, повесились, да, я также помню, взяла псалтырь, написала имена тех, кто себя задушил, ну, там повесился, и начала читать псалтырь. И тут вижу такое, что как из пола, из ада повыскакивали эти бесы, начали накидывать на меня вот эти веревки, которыми они душат тех в аду, кто повесился, и начали этими веревками меня душить. Но я прекрасно понимаю, что псалтырь нужно читать дальше, не останавливаться, иначе дело может плохо кончиться. И вот я читаю вот этот псалтырь, а эти бесы вот эти веревки накидывают, пытаются тянуть. И я вот одновременно вижу ад, как сидят там вот эти умершие люди, которые повесились в этой жизни. И вот на них также бесы накидывают веревки постоянно, и душат их днем и ночью, у них постоянно душат. И тут я смотрю на икону Иисуса Христа, образ, ну, пред которой я читала обычно, и вижу, как икона оживает, и из иконы выходит такой белый-прибелый, яркий-прияркий свет, это Бог. И этот свет, он такой ослепительный, что на него даже смотреть нельзя. И вот эти бесы, они не могут терпеть этого света. И я смотрю, как эти бесы прыгают по стенкам, по стенкам, и упали обратно в ад, ускакали. И все, и на этом все закончилось. Ну, я дальше дочитала Кафисму. И потом, помню, проходит-то сколько-то времени, ну, думаю, опять почитаю за тех, кто удавился. И опять начинают также читать, и то же самое происходит. Также эти бесы из ада выходят, также кидают на тебе веревки, и также тебя душат, как и все то же самое, что было в первый раз. И тут же опять икона оживает, и опять вот этот яркий-яркий ослепительный свет, и опять эти бесы не могут его терпеть, и опять они как бы прыгают и в ад уходят. Вот. Единственное, что я поняла, что когда человек грешник, там, допустим, имеет на душе аборты, выкидыши, убийства, воровство, блуд, чародействие или какие-то еще грехи, да, вот это вот вымаливание души умерших, именно которые повесились, ему будет очень тяжело. Он их не сможет вымолить, его даже самого бесы могут туда утащить только по его грехам. И поэтому тот, кто возьмется вымаливать именно тех, кто повесился, этот человек должен быть безгрешный, либо замолить все свои грехи по убийствам, по абортам, по выкидышам, по всем воровствам, по всем блудам. Но если вы грешны по каким-то этим грехам, то бесы также могут вас задушить и туда утащить. Поэтому вымаливать именно тех, кто удавился или себя там зарезал или убил, это как бы очень тяжело, и это могут только те, кто безгрешный. А грешникам этого делать я не советую. А вот других мертвых обязательно их нужно, наоборот, вымаливать. Те, кто умер там по каким-то причинам, ну, не удавил себя, их нужно вымаливать обязательно. И не верьте, когда вам говорят, что якобы вы там на себя болезни перетягиваете, ой, эти грехи, это неправда, ничего вы на себя не перетягиваете. Вот, например, я читала видение Иоанна Кронштадтского, старец такой был святой, где там являлся ему Серафим Саровский и показывал будущее, при Антихристе что будет, да. Ну, там, как Антихрист будет, что будет с людьми, и что там от церкви нашей упадут в ересь, и что возле церкви валяются поминальные вот эти записочки с именами умерших, и священники наши их просто не поминают. То есть люди пишут, а священники не поминают. И тогда вот Иоанн спрашивает у Серафима, а кто что-то поминает-то? А он и говорит, ангелы, потому что усопшие, они ждут в аду, чтобы их поминали, молились за них, а молиться-то некому, священники-то уже не поминают. Поэтому вы должны обязательно молиться именно за усопших, которые и родственники, и чужие. Еще я, когда начала вымаливать по схемонахине Антонии правила, именно тех детей, которым было 4, 5, 6, 8, 10 лет, которых убили на органы, там, ритуальной смертью, изнасилованные, убитые страшной смертью. Эти ребятишки, да, они уже подросшие, и, конечно, там какие-то, возможно, грехи уже кто-то и совершил, там, скажем, те же самые 8, 9, 10 лет. И когда я читаю по схемонахине Антонии правила, их вымаливаю, они тоже выходят из ада, хоть они не крещеные, но ты же их крестишь, и они выходят из ада. И на другой день у меня тоже так же ломят ноги, кости, суставы. И я этому радуюсь, что да, я вот, скажем, вчера помолилась за ребенка, которому, скажем, лет 8-9 было, он поднялся к Богу, у меня, конечно, сегодня поболело, но оно пройдет. Это даже наоборот, ты этому радуешься, что молитва до Бога дошла, и дети вышли. Поэтому вымаливайте. Еще я хотела сказать, что нападки, они будут идти именно за тех ребятишек, которые убиты ритуально, либо на органы. Нападки идут очень сильные, потому что эти дети принесены в жертву сатане, тех, которые убили в солевом аборте, потом и на органы, ритуально смертью, изнасилованные, и мучительность смертью, это как бы идет напрямую к сатане. И поэтому нападки идут сильные, но вы их не бойтесь. Вот, например, когда я начала этих ребятишек вымаливать, у меня даже полтергейст дома появился. Помню, какой-то демон начал там по дому бегать, но я его начала фотографировать, стены все фотографировала ночью, потому что я их не боюсь. Я знаю, что это демоны, бесы, дьявол, это все богоотступники, они все живут в аду, в грязи, в гнили, в грязи вот в этой, и поэтому они, по сути, ничего сделать не могут. Они только ходят, пугают, шумят, и ничего. А ты у них души таскаешь, ты сильнее их, раз ты у них таскаешь эти души. А они, по сути, сделать ничего не могут. Они только могут из ада выйти, попрыгать у тебя дома, попугать и обратно туда же уйти. И вот я помню, когда вот этот начал демон бегать по дому, что когда я начала вымаливать именно детей, которые убиты ритуально, я даже фотографию сделала, сфотографировала, как он там ночью бегает. Сейчас вот там вот я ее тоже поместим ее, вы сейчас ее посмотрите, эту фотографию. Ну, еще бывало такое, что вот спишь ночью, он может там одеялость остащить, там на пол кинуть его или там еще куда-то откинуть. Но ничего страшного, ладан пожгете дома лишний раз, лишний раз до воскреснет бог, прочитаете 33 раза, это хуже не будет, а будет еще лучше. Но вымаливать из ада убиенных детей на ритуально вы не приставайте, молитесь. А эти бесы, они попугают и уйдут, они не могут долго с вами там находиться. Помню даже такой случай был, когда я читала тоже так же за убиенного ребенка. Этот бес пришел, да, стел на ту табареточку возле тебя, и сидит пальцем на тебя показывает и смеется, что типа ты что здесь вымаливаешь, ничего не получится. А я как читала, так и читаю, без остановки. На него даже внимания не обращаю. В итоге он на пол правила уже не выдерживает, и сам психует, злится и уходит. Такой же, помню, тоже случай был. Так же вот читала правила схемонахини Антонии, да, смотрю, такая огромная тень по стенке идет. Ну, у меня как, вот ночник есть такой, я его включаю ночник, ну, иногда звечку могу зажечь, но в основном я ночник включаю. И читаю перед иконой, потому что я читаю постоянно поздно вечером, ночью, иногда днем читаю. И вот смотрю, такая огромная тень демона по стенке идет, а я читаю без остановки, потому что останавливаться нельзя, и не бойтесь никого. И в итоге он дошел, постоял и ушел. Ничего он сделать не может. И так же, помню, вымаливала чужого ребенка тоже из ада, а эта женщина взяла биометрию, а, соответственно, эта женщина в ад пойдет. Но так как ребенок был без биометрии, поэтому я его вымалила. И помню, когда я вымаливала ее ребенка, в этот момент пришел вот этот огромный такой бес, черт, страшный такой, здоровый такой. И вот он давай по дому бегать в кипише, и что, типа, что ты, мол, за нее тут молишься? А я как молилась, так и молюсь. Плевать она не хотела. И вы тоже ни на кого внимания не обращайтесь. Пусть он там бегает возле вас, гремит, стучит. А вы правила до конца домаливайте. Потому что они начинают вас пугать. А если вы остановитесь, получается, вроде как они победили. А вы начинаете дальше, без остановки. И тогда они просто не выдерживают эти молитвы. И они вот уже после 10, 15, 20 молитв, они просто сами исчезают. Они просто не могут это выносить. Они терпеть не могут эти молитвы. Помню, также я вот из ада. Также души некоторые вымаливала умерших. И точно так же стоишь перед иконой, молишься. И вот эти бесяры выходят. Ну, я-то их чувствую, вижу, что вот они вот идут. Я их уже издалека чувствую, вижу. Даже когда там на улице уже ходят, к дому подходят. Мне на них как уже какое-то чутье уже есть. И вот чувствую, как вот он подходит, этот демон, бес. Злится уже, что я там замерзшего читаю. И вот они на тебя нападают, да, а ничего, по сути, сделать не могут. А они тебе начинают, как вот там один навалился мне на левую сторону, да, и давят меня, чтобы мне там сердце заболело, чтобы там рука не мела. А я читаю без остановки, думаю, пускай не меет, пускай болит. Но я не помру. Никто в молитве еще не помер. К тому же я эти все вот эти вот обманы бесовские уже давно, это все я знаю. И в итоге он меня пугал, пугал, пугал. И в итоге он сам не выдержал и ушел. Поэтому, когда вы читаете за мертвых, за усопших, за взрослых, за детей, неважно за кого, если вы видите, что там кто-то пришел к вам, или там ни с того, ни с сего там заболело у вас сердце или рука, не останавливайтесь, читайте до конца. И не бойтесь никого. Не надо вот это все бросать на полпути. Если вы бросите, получается, они победили. А если вы дальше читаете через силу, через злость, через слезы, да они не выдерживают, они уходят. И этим самым вы каждый раз сильнее и сильнее становитесь. Поэтому не бойтесь никого. И читайте, вымаливайте души. И никакие грехи вы на себя не перетягиваете. Это все вранье. Просто сейчас очень много ереси в церквях, которые сами молиться не хотят. И вас еще от молитвы отталкивают. Еще я сразу говорю. Сейчас дети и люди, и все взрослые начали болеть такими болезнями. ДЦП, эпилепсия, астма, аутизм. Синдром Дауна, шизофрения, гипертония, давление, инсульты. Это, ну и там еще болезни всякие есть, там типа Паркинсона. Это все болезни от грехов нашего рода. Это все обычное беснование. Болезни от бесов. То есть начинайте читать, отмаливать грехи родовые свои. По псалтырю, по панихидам, по схемонахине Антонии. И вот эти все болезни, они отойдут так же, как и бесы отойдут. Очень часто в роду люди начинают впадать в блуд, в пьянство, в наркоманию. Потом тюрьма, психушка, ад. Это тоже за грехи родовые. То есть кому-то бесы вызывают там болезни, кому-то там вот такие вот грехи еще более они начинают совершать. Поэтому отмаливайте души усопших и мертвых и ничего не бойтесь. Главное, отмаливайте еще детей, которые убиены на органы и ритуальной смерти. Это тяжело, но за это вам воздастся намного больше. Ну, а по поводу убийц, которые самоубийцы, это надо отмаливать только тем, кто безгрешен, либо тот, кто замолит свои грехи. Иначе именно в этих вымаливаниях вы сами можете очень сильно пострадать. Вот у меня псалтырь обычный. В нем 150 псалмов, которые поделены на 20 кофизм. Ну, то есть это, скажем так, 20 абзацев. И в нем вот эти вот 150 псалмов поделены. И вот в каждой кофизме есть три слова славы. И вот, когда вы читаете кофизму, и на том абзаце, где, допустим, написано слово слава, их три в каждой кофизме, вы подставляете имена умерших. Вот я подставляю так эти слова. Говорю, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Упокой, Господи, души усопших раб Твоих. И называю имена какие. Потом вы это прочитали. И дальше продолжаете читать кофизму. То есть опять, тут, допустим, прочитали опять три псалма, и опять слава. И опять читаете то, что вы там на славе подставляете слова Отцу и Сыну и Святому Духу. Это моллилуйя, аллилуйя. И опять имена. И так вот вы в каждой кофизме три раза подставляете имена на три славы. Потом идете дальше. Там вот вы доходите до тропаря. Но вы читаете не этот тропарь, который написан после трех слав, а подставляете тропарь за усопших. Он такой. Садухи праведных, скончавшихся души раб Твоих, спаси и упокой. Сохраняй ее в облаженной жизни. Я же у Тебе, человеколюбчив, покоящий Твоем, Господи. Иди же, все святые Твои упокоиваются. Упокой души раб Твоих, яко единый Иси, человеколюбец. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Ты и Си Бог, сошедый в ад, и узы окованных разрешивы. Самый души рабов Твоих упокой. Едино чистая и непорочная Дева Бога, без семени родшая, молись спастись о душам ихнем. Ну и дальше также идете, как по кофисме, 40 раз говорите Господи помилуй. И заключительная молитва, на которой оканчивается кофисма, которая записана в кофисме. Единственное, что вот вы в этих кофисмах на слове слава добавляете имена и тропарь меняете на мертвых, на замертвых, которые читаются. А все остальное также, как по кофисме. Также окончание идет, 40 раз Господи помилуй, и молитва окончательная. Вот этих вот 20 кофисм из 150 псалмов. Кто может в день читать по одной или по две кофисмы, это уже будет очень хорошо за мертвого. А вообще, конечно, эти кофисмы можно и читать там каждый день по одной, по две кофисмы. И так вот вы в течение, допустим, полугода, вы прочитаете весь псалтырь, например. Может быть, там кто-то раньше прочитает, кто-то больше. И вот, насколько я знаю, этот псалтырь нужно прочитать около 40 раз. То есть, получается, около 40 раз 20 кофисмы. Если честно, я ни разу не прочитала его 40 раз, но все равно за то, что я читаю, этот псалтырь этим мертвым уже в аду легче становится. А кто-то прочитает, допустим, 40 раз, ну там сколько он будет читать, полгода, год, два года. Вот, говорят, что этим самым можно вымолить вот этого мертвого или тех мертвых, которых вы пишете в именах на каждой славе. И еще, также вот по поводу панихиды. Но в панихиде там ничего подставлять и менять не нужно. В панихиде просто там, где вот написано слово «имя», да, вы туда просто пишете и называете имена столько, сколько вам нужно. То есть, не одно имя, а там 10, 20, 30, за сколько вы читаете. То есть, допустим, вместо одного имени можете написать много имен. И также вот эта панихида читается, все как по книжке. И также, когда вы к Уару обращаетесь или к Паисию за тех умерших, которые тоже некрещенные были, да даже если они и крещенные, все равно вы читаете также Уару и Паисию, это очень огромная помощь будет, там по грехам их даже, они там помогать даже будут. И также вот когда там вот у Уару или в Паисии имя подставляете, вы можете подставлять не одно имя, а сразу много, сколько вам нужно. И также читается панихида. То есть, в одной панихиде можете много имен подставить, но там ничего менять не нужно. Единственное, что в псалтыре вы здесь подставляете и все. В свимонахине Антонии тоже, когда вы читаете правила за убиенных в аборте, вы читаете точно так же, как полагается. 48 раз отчинаж, 48 раз от царю небесной, 48 раз Иисусову молитву, 48 раз милосердие, дверь от Фрезина Богородица. И также вы говорите, крестите его, все то же самое, как полагается. Но когда вы читаете за детей убиенных не в абортах, а именно ритуальной смертью, изнасилованных, на органы пущенные, ребятишкам этим по 6, по 8, по 10 лет, единственное, что когда вы там крестите его и говорите. «Иоанн Креститель, окрести моего младенца, такого-то, такого-то, в очреве томящего, в темнице сидящего». Вот эти слова «в очреве томящегося, в темнице сидящего» вы не называете, потому что этого ребенка убили не в очреве матери, а уже при жизни. И поэтому вы просто эти слова не говорите, а говорите так. «Иоанн Креститель, окрести моего убиенного младенца, такого-то, такого-то, имя мужское». И все. И никаких там в отчреве томящих гостей в теми соседящего говорить не надо. И также Анна Пророчица, Анна Пророчица окрести моего младенца, допустим, там такого-то, такого-то, как мать и крестная. Все. Никаких там в отчреве томящих гостей в теми соседящего говорить не надо. То есть просто вот эти слова не говорите. А все остальное, все как по схемонахине Антонии. И также кланитесь с колен, не поясные поклоны, а коленные. И когда вы читаете за всех мёртвых, вы всегда кланитесь с колен. Никаких поясных делать не надо. У мёртвых столько много грехов, что, знаете, там поясные поклоны не принимаются. Только на коленке встаёте и кланитесь. И также за детей убиенных на органы, на ритуальной смертью, вот эти мученики тоже с колен. Всё лучше делать с колен. Потому что ребятишки, которым лет по 8-10 было, их убили страшной смертью. И, возможно, у кого-то там уже какие-то грехи там были мелкие, но всё равно это считается. Поэтому я вот молюсь именно так. И это очень сильно помогает. Вот. Ну, всё. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!